Народное славянское радио О каких-то энергиях и о потоках Очень часто говорят о том Как хорошо жить в потоке Как хорошо из этого потока снимать информацию Говорят о родовом потоке Но о чем только не говорят И часто задашь вопрос Ребята, а вы в каком вообще потоке живете? Вы вообще про какой поток говорите? И вот тут затык Все хотят жить в потоке, но что за поток не знают Как в него войти, многие не понимают Как оценить твой поток Нужный тебе или нужный, тоже многие не понимают И вот давай теперь мы вот эти вещи разберем Что такое работа в потоке И жизнь вообще в потоке, для чего этот поток нужен? Ага, да, благодарю тебя, Алексей Потому что ты очень правильно отметил То, что сейчас много очень говорят Про работу в потоковом состоянии Вообще про поток Это слово звучит И естественно, что люди кинулись Обучаться этому Стараются как-то овладеть данным механизмом На самом деле это правильно и здорово Но прежде чем овладевать чем-то, необходимо узнать Чем ты овладеваешь И естественно нужно проработать технику безопасности Что естественно для русских людей не близко И поэтому уже сталкиваемся с определенными последствиями Чрезмерной рьяности в попытке овладеть потоковым состоянием Ты когда стал говорить про то, что русским это не близко Я как-то в одной мастерской видел такую надпись Русский человек начинает смотреть в инструкцию к технике Когда понимаешь, что технике пришел конец Да, когда он что-то сломал Да, вот давай как раз с этого момента и начнем Да, или есть такая шутка Что инструкцию по технике безопасности Или по эксплуатации Для русских людей надо начинать словами Ну что, уже сломал, да? Типа того, да Ну вот давай теперь будем предохранять наших слушателей Вот таких неприятных моментов И сразу будем выдавать уже полностью всю информацию про это дело Работа в потоке это один из ключевых моментов Одно из ключевых умений вообще в славянском мире Мы знаем, что все знания находятся внутри нас Но они представляют собой сархивированные файлы Которые лежат мертвым грузом Занимают много места Но при этом у нас нет программы архиватора И выбросить эти файлы жалко И при этом извлечь из них информацию проблематично Потому что нету технологии Вот если говорить языком этой аналогии То работа в потоковом состоянии Это и есть программа архиватор RAR или ZIP С помощью которого мы можем начать распаковку То есть разархивирование файлов Благодаря чему мы получим к ним доступ И возможность получить из них информацию Поскольку все знания внутри нас И как раз работа в потоке позволяет эти знания Из глубин себя поднять на поверхность Впервые работа в потоковом состоянии Что это вообще такое Была изложена в Асгардском духовном училище Это касается славянского мира И тот поток, который был показан В Асгардском духовном училище Он сильно отличается от тех потоков С которыми работают в обычном оккультном В эзотерическом мире Или в других духовных направлениях Он качественно иной Давайте мы разберемся с тем Что такое вообще поток Поток это направление течения энергии То есть это определенное Ну вот как русло реки примерно Если мы возьмем поток реки Проведем такую аналогию Река течет в каком-то направлении Откуда-то куда-то И если человек находит этот поток Если он встраивается с него Пропускает этот поток через себя То в таком случае он встраивается И является участником движения При этом, что интересно Он с одной стороны является проводником Данного потока А с другой стороны Он благодаря этому потоку Движется сам То есть взаимоотношения человека И потока Вот примерно такое же Как в Звездных войнах Взаимоотношения между джедаями и силой То есть сила вроде как Слушается джедая Но при этом она же его и направляет То же самое с человеком И при работе с потоком То есть человек Этот поток пропускает через себя И он является как бы инструментом потока Но с другой стороны Поток сам помогает и самому человеку То есть это взаимовыгодное Такое сосуществование Такое симбиоз, тандем Где человек помогает потоку Он является его проводником Но при этом У него есть и свои преимущества Он сам получает преимущества Благодаря этому Поток Откуда же течет поток? Надо так определиться Чтобы было понятно Естественно, что поток Источником потока Является внутренний мир самого человека И вот этот внутренний исток Именно из него И изливается вот этот поток Энергетический И когда человек входит Встраивается в него Он начинает чувствовать себя Совершенно по-другому У него качественно меняется Тактовая частота И он начинает мыслить Методом озарения И благодаря потоку Есть возможность Извлекать знания Из глубин самого себя Но дальше Это знание Которое извлечено Нужно найти ему выход Потому что Поток Как река Нужно Чтобы был выход И поэтому Обычно Находят Два таких Способа Выхода Потоку Первое Это если речь идет О преподавателях Когда они вещают Они входят В потоковое состояние И начинают говорить Начинают вещать И Те образы Которые им приходят Благодаря потоку Из глубинных Внутреннего мира Они их вещают Аудитория И второй момент Когда они Не работают С аудиторией Они обычно Выписывают Это Для этого Используются Личные дневники То есть Человек входит В потоковое состояние Ему начинают Приходить образы Он их выписывает В дневник Фиксирует И причем Что интересно Человек Который работает В потоковом состоянии Это вполне естественный Процесс Он не так сильно Помнит То О чем Вещал Или то Что писал Потому что Человек Когда находится В потоковом состоянии У него Меняется Его состояние Сознания Он входит В то Что сегодня Принято называть ИСС Измененное состояние Сознания Но это Не совсем так Это Состояние Когда человек Погружается Но не грузится То есть Работа в потоке Это не глубокое Трансовое состояние Нет И даже не предтрансовое Это просто Такая легкая Концентрация Умиротворения Спокойствия Вот примерно Такие внутренние Ощущения Испытывает Человек Когда работает В потоковом состоянии Кроме того У него Еще имеется И Ощущение Такого Своего рода Священного Трепета От соприкосновения С чем-то Возвышенным С чем-то Высоким Что носит Божественный Характер Таинственное Сокровенное Это то Что передается Образом Буквицы Гервь И Благодаря этому Человек Получает Возможность Распаковывать Знания Из глубин Себя Впервые Как это делать Было показано В Асгардском Духовном Училище Кто смог Овладеть Этим Те Начали Применять Работу В потоке Своей жизни Как для Преподавательской Деятельности Так и Просто Для Самопознания Для того Чтобы распаковывать Те Знаний Которые Заложены Внутри Каждого Из нас Вот Примерно Так Хорошо Тогда Естественно Возникает Вопрос Как ты правильно Сказал Потоки Это Те Информационные Потоки Энергетические Потоки Они чем-то Схожи С реками Где Или как Вернее Как определить Какая Из множества Рек Ручейков Даже Водопадов Является Той Самой Рекой Тем Самым Водопадом Тем Самым Ручейком Который Твой Из которого Необходимо Брать Информацию В которую Необходимо Включаться И чтобы Он уже С тебя Бил Как Это Определить Да Благодарю За вопрос Алексей Вопрос Наверное Центральный Дело В том Что Разные Потоки Имеют Разную Тактовую Частоту Вот Если Мы Берем То Все В нашей Вселенной Несет Колебательный Характер То есть Все У нас Есть Вибрация И Эта Вибрация Отличается Разной Амплитудой Или Разной Тактовой Частотой И вот Как раз Таки На боль Когда Человек Работает В потоке В правильном Потоке Его Тактовая Частота Значительно Повышается И Как Определить Как раз Таки Ведь поток Поток Розен Надо Смотреть На Тактовую Частоту Потока Потому Что В поток Может Войти Любой Человек Вопрос В том Какой Здесь Ключевой Момент Такой Чем Выше Тактовая Частота Потока Тем Он Более Достоверный Тем Меньше В нем Искажений И вот Как раз Таки Это Опять же Я могу Сказать Своё Личное Мнение Но Могу Сказать Что Такой Высокий Высокочастотный Поток Как В Асгарском Духовном Училище Я не встречал Абсолютно Нигде Это Наверное На данный Момент Это Просто Вершина Работы В потоке Именно По Качеству Самого Потока Он Настолько Высокочастотный Что До сей поры Я не встречал Никого Кто смог бы Повторить Это Хотя бы И В Принципиальный Момент Так Нужно Научиться Чувствовать Тактовую Частоту Вибраций Которые Исходят От потока А это Определяется По Самому Оператору Вот Позволь Объяснить Для того Чтобы Человек Вошел В потоковое Состояние Ему Нужно На время Отключиться От всех Внутренних Процессов Которые У него Происходят То есть Отключиться От всех Внутренних Переживаний От каких То Мыслей От того Что его Тяготит От нерешенных Каких-то Задач Вопросов Вообще От всего То есть На время Преуменьшить Яркость Собственной Личности То бишь Своего Можно сказать Ложного Эго Или Низшего Я Ну то есть Я думаю Понятно О чем Идет речь То есть Для того Чтобы Пропускать Воду Через Трубу Нам Необходимо Чтобы В трубе Ничего Этому Не мешало Потому Все То Что Может Фонить Чистому Потоку На время Отключается То есть Оно Конечно Насколько Человек Может Настолько Он И отключает Речь Идет Именно Про Уменьшение Яркости Собственной Личности И Чем Больше Человек Уменьшает Яркость Собственной Личности Для Того Чтобы Пропустить Поток Через Себя Тем Чище Будет Сам Поток И Соответственно Чем Тем Он Будет Высокочастотным Определить Как Человек Работает Определить Качество Потока Можно По Вибрациям Которые Сходят От Самого Человека Во Время Работы В потоковом Состоянии То Есть Обычный Человек Он В быту При решении Обычных Вопросов У него Одна Тактовая Частота Когда Он Входит В потоковое Состояние Если Он Вошел В нужный Поток Его Тактовая Частота Значительно Повышается Он Буквально Начинает Светиться И Сиять Но При этом Люди Испытывают Окружающие Люди По отношению К которым Он Вещает Они Испытывают Довольно Приятные Благостные Ощущения И Им Действительно Приятно Воспринимать Знания От Такого Человека На самом Деле Здесь Дело Не В человеке Дело В том Что Сам Человек Смиренно Пропускает Поток Через Себя И Его Являет Для Него Великая Честь Для Человек Для Оператора Великая Честь Пропускать Информационные Потоки Высокого Спектра И Энергетический Тоже И Дарить Людям Информацию И С помощью Энергии Согревать Но Человек Работает Не Своей Энергией И Дает Не Свою Информацию У Оператора Кто Работает В потоке Эта Информация Не Ему Принадлежит Эта Информация Ему Приходит В виде Озарения И он Ее Сразу Выливает Людям То есть Сразу Речет И Таким Самым Таким Образом Вот Как Трубу Если Мы Возьмем По Ней Может Пройти Сколько Угодно Воды Протечь Но Она Должна Течь Она Не Должна Заста Потому Ключевой Момент Это Слив Самой Информации Как Я Уже Говорил Ее Можно Выдавать Людям Когда Человек Вещает Если Он Преподаватель А Можно Выливать В Дневники Потом Человек Читает Дневник И Сам Не Помнит Как Он Это Написал Откуда Как Это Пришло Точно Так Как Преподаватели У которых Есть Видео В Интернете Они Смотрят Свои Видео По Интернету И Думают Так Надо Записать Реально Потому Что Я Забуду То Действительно Когда Человек Входит В Поток Он Отключает Свою Личность И В И Чувствует Что Нужно Сказать В Данный Момент Исходя Из Тех Людей Которые Подобрались В Данной Аудитории И Слова Приходят Сами Здесь Ключевой Момент Смирения Именно Человек Должен Отключить От Своего Желания Как-то Блистать Выпендриться Показать Себя У него Не должно Быть Жажды Власти Стремление К признанию Или что-то Такое Должно Быть Чувство Смирения Служения Соприкосновения С чем-то Значимым Высоким Что носит Божественный Характер И Конечно Человек Должен Ценить Это И Конечно Работа В потоковом Состоянии Это Очень Трепетное Священно Действие Которому Требуется Соответствующее Отношение То есть Ключ К проверке Качества Потока Это Энергетические Вибрации Которые Сходят От Оператора В момент В момент Когда он Вещает В потоке То есть Давай Подведем Промежуточный Итог Если Человек Чувствует Что Эта информация Управляет Его гордыня Если Который Который Даст Ему Возможность Через Темненькие Какие-то Структуры Получить Некие Финансовые Некие Другие Рычаги Управления Над Людьми И в этом Случай Стоит вопрос Каким Потоком Вы хотите Владеть Или В какой поток Вы хотите Включиться И в конечном В итоге Что хотите Получить То есть Если Вы умничаете Если Вы хотите Что-то Из этого Сделать Значит Вероятность Очень велика Что вы Работаете Не в светлом Потоке Вот это Наверное Первый Признак Да Конечно Есть В буквице Теневой Образ Аза Теневой Аспект Как раз Он и обозначает Жажду Власти Жажду Признания Жажду Лидерства Желание Повести За собой Стремление Блистать Вот это Как раз Ложное Эго И Если Человек Стремится С помощью Потока Достичь Какого-то Признания То в таком Случае Он будет Работать В потоке Но надо Понимать Что этот поток Будет носить Не божественный Характер Очень Многие Проходят Эту стадию Ну собственно Наверное Едва ли Не каждый Человек В своем Духовном Пути Когда Чего-то Начинает Добиваться Когда Получает Первые Результаты Своего Духовного Роста Он Проходит Своего Рода Такой Такой Искушение Не искушение Урок Не урок Но Ему Необходимо Пройти Это Как раз Человек Начинает Бредить Тем Что именно Он Является Тем Избранным Который Сможет Обрушить Систему Обрушить Матрицу И именно Он Приведет Людей В светлое Будущее Что именно Он Лидер И что Он был Рожден Специально Для этой Священной Миссии Что вот Именно Он И конечно Хочу сказать Что некоторые Люди В том числе Достаточно Известные В славянском Мире Они на этом Сильно Погорели И Вот как раз Человек Который Не Проконтролирует В себе Вот это Качество Он Его словит Поток Другой То есть Он словит И его словят Но поток Этот будет Низкочастотный Вы просто Друзья Наблюдайте Когда ведется Работа В потоковом Состоянии Насколько Меняется Тактовая Частота Самого Оператора Когда он Входит В поток Потому что Иногда Бывает Так Что С человеком В быту Общаешься Он Обычный Ну как Ничем Не выделяется Но когда Начинает Вещать В потоковом Состоянии Вот тактовая Частота Идет Резко Резко Повышается А Бывает Так Что С человеком Общаешься Он В принципе Обычный Светлый Хороший Ну когда Начинает В потоковом Состоянии Ну перед Вами Кощей Просто Вот поэтому Просто нужно Будьте Более Внимательными И качество Потока Определяйте По Самому Оператору Ключевой Момент Здесь Именно Смирение Без Самоуничижения Вот так То есть Для того Чтобы Словить Поток Высоких Вибраций Необходимо Именно Относиться К этому С должным Уважением И со Смирением С помощью Которого Можно Обуздать Гордыню Ложное Эго И жажду Лидерства И признания То есть Будьте Бдительны Товарищи Теперь Давай Коснемся Вот чего Ведь Существует Множество Различных Сект Различных Каких-то Организаций Которые В общем-то На первый Взгляд И даже Если так Покопаться Очень Светлые У них Мысли Идеи Очень светлые Очень добрые Они Живем Братьями Чуть ли Не целуемся Не внимаемся В общинах Строим Все вместе Вот на первый Взгляд Все очень Замечательно Очень здорово Но Начинаешь Подкапываться Поглубже И понимаешь Что над ними Уже Давным-давно Существует Некая Такая Энергетическая Матрица Собственного Производства Та Которая Простонародье Сейчас Называется Игрегор Которые Вот которые Они все Подключаются И которые Они питают Развивают Увеличивают Вроде бы Хорошие Добрые Мысли Как говорится Добрыми Мыслями Выслана Дорожка Сами Знаем Как вот здесь Определить Где Твой Родовой Канал Из которого В который Поток Ты можешь Ходить И где Это Придумано Игрегориальное То что На первый взгляд Светлое И доброе Но в конечном итоге Понятно Что оно Как минимум Не дает тебе Развитие Твого родового Потому что Отключает тебя От рода И В худшем случае Это начинает Тебя пожирать И заводит тебя В маю В иллюзию Да Благодарю Алексей Здесь Необходимо Проявлять Опять же Бдительность И осторожность И помнить Что на первый взгляд По первому взгляду Человек Обычно Может ухватить Суть Обертки Но не содержание Вот мы берем Конфету Первое что мы видим Мы ведь видим С вами не саму конфету А фантик И лишь распаковав Конфету Лишь отделив Содержание Содержание От фантика Лишь тогда Мы сможем Увидеть саму конфету И понять Какая она И что там Вообще За содержание Вот как раз Таки Людей Часто Ловят На красивые Светлые Лозунги Идеалы Какие-то Идеи Эти Светлые посылы Люди Тянутся к ним Искренне Однако Прежде чем Куда-то Вовлекаться Необходимо Посмотреть На содержательную Часть А не на Внешнюю Форму И Вот тогда Когда человек Начинает Диагностику Уже проводить Энергетическую Диагностику Он Сразу Может Вычислить Есть ли Там Купол Какой-то Или Нет Эгрегор Представляет Собой Уплотненное Локальное Энергоинформационное Поле Которое Создается Искусственным Образом Сознательно Или Несознательно Но при этом Оно Создает Силу Инерционного Сопротивления Когда человек Стремится Выйти Оттуда То есть Эгрегор Преимущество Эгрегора В том Что Эгрегор Если он Сильный Он дает Защиту Человеку Большую То есть Человек Может Спрятаться За Эгрегором Как защитом А с другой Стороны Человек Не может Проблематично Взаимодействовать С другими Эгрегориальными Силами То есть С другими Эгрегорами И тем более Выйти во Внеэгрегориальное Пространство Если Брать То на что Заточено Изначально Ведическое Наследие То Цель Ведического Наследия Вывести Человека Во Внеэгрегориальное Поле Именно Там Располагаются Родовые Каналы Можно Сказать Что Задача Ведического Наследия Переподключить Человека Сделать Так Чтобы Он Проработал Уже Все Привязки Связанные С эгрегорами Развязался С ними Выстроил С эгрегорами Гармоничные Взаимоотношения Но Не входил В них Идеальная Форма Взаимодействия С эгрегорами Это тот Принцип По которому Человек Может Подключиться К эгрегору Чтобы что-то Сделать На взаимовыгодных Условиях То есть Человек С помощью эгрегора Что-то сделал Потом эгрегор Поблагодарил Но Сам Он должен В реальном пространстве Это принципиальный момент Поскольку сейчас Эгрегоры Формируются Достаточно Легко Часто И много Но они при этом Часто Достаточно Слабенькие И не могут Двигаться Например С тем же Эгрегором РПЦ Церковным Эгрегором Христианства Русского То Естественно Что эти мелкие Эгрегоры Не несут Преимуществ Крупных Эгрегоров Но при этом Все равно Человека Сильно Тормозят Кроме того Эти эгрегоры Часто создаются С тонкого плана Духовными существами Вселенной Которым Нужна Подпитка И они Используя Своих операторов Которых Ловят На ложном Эгон На стремлении Блистать И стремлении Быть лидером На жажде Власти Они присасываются К ним И начинают Вещать Им Информацию В потоковом Состоянии С помощью Которой Человек Может реализовать Свои лидерские Амбиции И С помощью Этих духовных Существ Которые Присасываются К человеку Сам оператор Получает Какую-то Харизму И на эту Харизму Притягиваются Люди Которые Начинают Смотреть Ему В рот Ориентироваться На него Как на Гуру Как на Учителя Наставника При этом Сам человек Получает Упоение Собственным Величием И Собственной Властью И Естественно Начинает Возникать Уже Эгрегор На основе Такого Мелкого Локального Проявления Культа Личности И Естественно Что Это Глушит Родовые Каналы И не Дает Человеку Как раз Выйти Во Вне Эгрегориальное Пространство Как же Отличить Здесь Дело В том Что Опять Ключевой Момент Здесь Быть Чутким К своим Ощущениям При соприкосновении С тем Или Другим Религиозным Или Другим Течением Дело В том Что Эгрегоры Есть Там Где Есть Объединение И Поэтому Самый Первый Момент Который Здесь Есть У Нас Объединение Это Объединение В славянском Мире Нежелательно Чтобы Они Носили Жесткий Структурный Характер Почему Дело в том Что там Может возникнуть Эгрегоры Сразу же Смотрите Эгрегоры Нуждаются В структуре В объединении Людей А Родовой Родовой Канал Не Нуждается Для Того Чтобы Открыть Родовые Каналы Человеку Нужно Просто Жить По Совести Работать Над Собой И Взаимодействовать Со Своим Родом Как Земным Так И Небесным И В том Числе Родом Небесным И Земным Через Всевышнего Через Прощура Рода Всевышнего Если Человек Вовлекается В Какое-то Объединение То В Таком Случае Есть Вероятность Что Он Может Попасть В Эгрегор И Чтобы Не Чтобы Если Человек Нуждается Допустим В Объединении То В Таком Случае Ему Необходимо Просто Быть Честным С С собой И При Взаимодействии С Эгрегором Как Раз Вернее С Этим Объединением Просто Попробовать Уловить Свои Ощущения Обычно Наличие Эгрегора Давящего Ощущения То Как будто Купол Он Закрывает Что-то И Человек Испытывает Какое-то Такое Давление В том числе Небольшое Давление На голову В висках Ощущение Когда Просто Опускаются Руки Не хочется Ничего Делать Или Хочется Делать По Шаблону Когда Человек Чувствует Что Его воля Начинает Слабеть В этом Объединении Значит Он В Эгрегоре Значит Это Эгрегор Но Это На уровне Ощущений Это Приходит С Опытом Но Надо Помнить Что Некоторые Потоки Действительно Создают Эгрегориальные Формы Потому Что Поток Поток Урознь Мы Уже Говорили Что Потоки Могут Ити От Духовных Существ Которые Покровительствуют Людям Или Наоборот Преследуют Свои Интересы Используют Операторов Просто Как Пешек И Марионеток И Сейчас Очень Сильные Ангельские Потоки То есть Когда Люди Начинают Считывать Потоки Из Высших Многомерных Миров Но Они Носят Такой Ангельский Характер Это Миры Как раз От Восьми Начинают До 256 Измерений Заканчиваем Это Как Родовые Ангелы Есть Это Леги Так И Вне Григориальные Ангелы Которые Я не имею ввиду Тех Духовных Существ Которых В христианской Духовной Культуре Называют Ангелами Это Немножечко Другой Момент Мы Об этом Говорили На одном Из Прошлых Эфиров Я Использую Термин Ангелы В парапсихологическом Ключе А не В терминологии Христианской Духовной Культуры То есть Есть Потоки Которые Не Связаны С Духовными Существами Вселенной Они Это Можно Сравнить С наличием Большой Библиотеки Внутри Нас И Сам Поток Это Как раз Можно Скать Механизм С Помощью Которого Мы Читаем Книги Той Библиотеки Которая Находится Внутри Нас Сокровищницы Знаний Этот Поток Тоже Происходит Не Без Участия Духовных Существ Но Они Выступают Всего Лишь Такими Посредниками Между Самой Библиотекой И Человеком То есть Они Берут Сам Мыслеобраз И Просто Доносят Его До Человека И Он Приходит Человеку Методом Озарения Поэтому Ключевой Момент Друзья Просто Проявляйте Бдительность И Осторожность И Сделайте Осторожность Просто В Приоритете И Все Этого Будет Вполне Достаточно Чтобы Не Попасть В Эгрегоры Кроме Того Помните Что Эгрегор Формируется На Основе Четырех Основных Составляющих Первое Это Культ Личности Как Правило Культ Сделанный Вокруг Того Человека Который Заинтересован Чтобы Вокруг Него Был Культ Личности Дальше Это Серьезный Финансовый Оборот Зацикленность На Деньгах Причем Чем Больше Финансовый Оборот Тем Больше Вероятности Что Будет Эгрегор Дальше Идет Третьим Пунктом Идут Совместные Обряды И ритуалы Которые Проводятся Там Как правило Своя Календарная Система И Своё Расписание Что И когда Нужно Делать И Последний Метод Это Наличие Жесткой Структуры Больше Организационного Характера Где Есть Должности Есть Обязанности И Есть Контроль Выполнение Этих Обязанностей Есть Стремление Продвинуться Вверх По Карьерной Лестнице Короче говоря Толпоэлитарная Модель Пирамидальная Вот Наличие Четырех Этих Составляющих Как раз И Образует Эгрегор Если Выбить Хотя бы Одну Из Платформ Вероятность Того Что это Будет Эгрегор Сводится Практически К нулю То есть Для Эгрегора Все Четыре Составляющие Нужны Хорошо Ну и В заключение Наверное Я от себя Тоже Добавлю Очень Часто Приходится Общаться С людьми Которые Спрашивают Ну Какая Разница Род Ваш Родовой Канал Или Эгрегор Все равно Мы получаем Информацию И так далее И вот Таким Людям Обычно Отвечаю Вот Представьте Себе Все Что Вы Видите И даже Не Видите Всю Вселенную Все Миры И вот Эту Саму Землю И условия Проживания На Земле И вас Самих Создавал Ваш Род Создавали Ваши Предки Ваши Прощеры Более Умудренные Тех Кого Уже Принято Называть Богами И они Создавали Вас Для того Чтобы Вы Жили Определенная Миссия Которая Опять же Свойственна Вам По вашим Родам Или По вашей Генетике Если хотите Так называйте И есть Определенная Цель Куда Вы Должны Прийти И что-то С собой Принести Это Все Запрограммировано Это Все Сделано Но Теперь Получается Следующее Представьте Вы Рождены В своем Родовом Доме Но Вместо Того Чтобы Трудиться На своем Огороде На своем Поле Вместе Своими Родичами Вы Выходите Грубо говоря На работу И идете На соседнее Поле К соседний Дом Который К вашему Роду Никакого Отношения Не имеет И там Вкалываете И вкалываете За здорово Живешь За красивые Глазки Не получая При этом Никаких Вознаграждений Никаких Знаний И возвращаетесь Усталым И разбитым В свой дом И вас Родичи Спрашивают Мы что-то Не поняли Ты Для чего Уходил Из дома Чтобы Просто Кому-то Помочь Ну Помог Хорошо Ладно А что Ты Из этого Взял В следующий День Когда человек Отвечает Я не знаю Наутро Он встает И опять Идет Куда-то Работать Опять Возвращается С собой Ничего Не принес В рот Ничего Не вернул В доме Ничего Не сделал И опять Тебе Мы не поняли В очередной Раз Тебя спрашиваем Да чего Ты В прошлый Раз Помогал И так Далее Горбатится При этом Для своего рода Ничего Не несет Никаких знаний Себе Лично Не принимает Потому что Все знания Для рода Не годятся Но Как всегда Ему предстоит Возвращаться В свой род В свой родовой Дом И всегда Встает вопрос А что ты делал Для чего Ты вообще Уходил Из своего дома Где Есть все Условия Для того Чтобы ты Развивался Чтобы ты Его Улучшал Зачем Ты уходил Вот это Примерно То же Само Происходит Когда Человек Тыркается Пыркается И вместо того Чтобы находясь Там На своем месте В этой жизни Где он должен быть Он находится В других местах И трудится Или на чужие рода Инородные Скажем так Рода Или На какую-то Некую энергетическую Сущность Увеличивая ее И не давая Ни себе развития Не принося ничего в рот Вот об этом У нас сегодня была речь Что поток К потоку рознь Как подключиться И как понять Правильном потоке Или неправильном Андрей очень хорошо Рассказал Я благодарю тебе Андрей Ну и в заключении Можно пару слов Сказать нашим Радиослушателям Что-то хорошее Доброе Благодарю Алексею За существенное Дополнение Мне хочется пожелать Нашим радиослушателям Проявлять бдительность Осторожность И хочется Напомнить вам Что пришло Время развлечения То есть Умение Отделять правду От криды И В том числе Это проявляется С учетом Нашей темы В контексте Нашей темы Как раз Умение Отделять Чистоту И частоту Потока Поэтому Проявляйте Чуткость Используйте То, что сейчас Достаточно Много людей Работают в потоке Но в разных потоках Учитесь Учитесь Определять Используйте Это как Возможность Продвинуться В Своем В своей Духовной Эволюции Еще на Одну ступеньку Выше Потому что Сейчас Как раз Есть Такое Сейчас мы Живем с вами Действительно Потрясающее Время Восхитительное Время Когда Все Стремительно Меняется И если Мы не можем Остановить Эти перемены Необходимо Самим Определять Характер Этих перемен И Не мы Одни Такие Сейчас Много людей Будут пытаться Увести Славянское Ведическое Направление В сторону В том числе С помощью Потокового Состояния Проявляйте Чуткость Проявляйте Внимательность Проявляйте Осторожность И я уверен Что вы Сразу Сможете Определить Где Как говорят В народе Куда Дует Ветер В какую Сторону И Соотносится Ли это С изначальным Ведическим Посылом Познание Мудрости Самосовершенствования Ради Всевышнего Или Не соответствует Во всяком Случае Не просто Так У нас Даже В государственном Гимне Звучат Слова Мудрость Народная Наш народ Действительно Мудр Другое Дело Что Нужно Эту Мудрость Просто Проявить Благодарю Тебя За добрые Слова Напоминаю Нашим радиослушкам Что сегодня Мы говорили Про работу В потоке Разобрали Одновременно Что такое поток Какие они бывают И как Не попасть В что-то другое Как бы Не вляпаться В что-то другое С вами Было Народное Славянское Радио Андрей Ивашко И Алексей Орлов До новых встреч Слышимся Всего доброго Народное Славянское Радио Все нужно Все важно Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин